МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня первых призывников осеннего призыва, а это 23 человека из городов Красноармейск, Димитров и Красноармейского района, забирали в армию на срочную военную службу. Служить родине ребята будут полтора года. И в дальнюю дорогу их пришли проводить родные, близкие, друзья и, конечно же, любимые девушки. Поздравил призывников со столь знаменательным событием в их жизни и пожелал им успешной службы заместитель Красноармейского городского головы Николай Акасьян, отметив, что мужчины Донбасса всегда отличались смелостью, порядочностью и умением дружить. Протеерей Виктор ослужил молебен и благословил ребят, осветив их святой водой. А благотворительный фонд «Надежда» выделил ребятам в подарок продуктовые наборы – сухой паек. Трогательные минуты прощания, и вот уже автобус с призывниками выезжает из двора военкомата. Удачной службы вам, ребята! Служить они будут, в общем-то, я считаю, в неплохих местах, практически во всех областных центрах. Это Одесса, Симферополь, Харьков, Киев, Львов, Днепропетровск, Кривой Рог. Ну, в общем, по всей Украине. И служить будут только на территории Украины. Первый пожар заметил находящийся там сторож и тут же позвонил в пожарную часть. Сигнал поступил в 24 минуты первой ночи. Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Пожар до настоящего времени длится. Уже более 12 часов. В настоящее время работают пожарные части города, пожарная часть города Красноармейска. Ночью были собраны все силы Красноармейского гарнизона. Работало 4 машины. Общая площадь пожара составляет 700 квадратных метров. По предварительным данным, материальный ущерб составляет около 40 тысяч гривен. Но то, что потерял город, не оценить никакими деньгами. Сгорел актовый зал, киноаппаратная, парикмахерская, мебель, библиотека, фон которой насчитывает около 6 тысяч книг. Все было поглощено горящими языками пламени. Добрый дом, островок культуры и духовности в одну ночь превратился в пепел. Ни один житель близлежащих домов не остался равнодушным. Глядя на пожар, невольно думается, что так горит вся наша культура и вся наша страна. Вчера в Димитрове состоялся уже ставший традиционным смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения, организованный городским отделением ГАИ совместно с отделом образования. В увлекательных соревнованиях приняли участие команды всех 12 школ города, которые состязались в умении вести себя на дороге в различных ситуациях, знании правил дорожного движения, умении водить велосипед, владеть элементарными навыками работы регулировщиком движения. Этот смотр у нас проводится с целью пропаганды правил дорожного движения и с целью мы выясняем, знают ли наши дети правила дорожного движения. Безусловно, что к нему дети готовятся в течение учебного года. Детей по итогам этого смотра ждут хорошие призы и подарки. Боролись мы усиленно, крепко. На первое место в эстафете вышла школа-интернат. И она награждается ценным подарком. Командира прошу подойти. Отправляем! 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 Накануне Дня защиты детей в понедельник утром на площади имени Шибанкова состоялся ежегодный конкурс «Рисунок на асфальте». Несмотря на возраст, все дети рисовали солнце, цветы, дом, маму, веселых человечков. Теплые, добрые рисунки. Не только победители, но и все участники получили подарки. Игрушки, красивые вещи. Уже стало традиционным для благотворительного фонда «Надежда» 1 июня в День защиты детей устраивать детям настоящий праздник. С 10 часов утра во Дворце культуры имени Ленина стали собираться ребятишки разных возрастов, от самых маленьких и чуть постарше. Праздник начался веселым концертом, в котором приняли участие коллективы художественной самодеятельности из городов Красноармейска, Димитрово, Родинска, Красноармейского района и Мишевского. Победители конкурсно-развлекательной программы «Утренняя звезда». После окончания концерта для всех был организован бесплатный сладкий стол. После того, как ребятишки вдоволь наелись пирожных, праздник продолжился в парке «Юбилейный». Около полторы тысячи детей благодаря фонду получили бесплатный пригласительный билет на аттракцион. Самая беззаботная, самая неповторимая, самая прекрасная пора. Но кто из родных не мечтает в нее вернуться? Давайте сделаем детство наших детей счастливыми. Подсчетное право выдать на гора рекордный уголь было предоставлено лучшим представителям 5000-го трудового коллектива прославленного предприятия. Бригадирам горнорабочих очистного забоя участков номер 4, номер 7 и номер 3. Владимиру Яковлевичу Бредихину, Александру Ивановичу Ляшок и Александру Николаевичу Николаеву. Тепло приветствовали горняков-рекордсменов, руководство, профсоюзный комитет предприятия, их коллеги-шахтеры, инженерно-технические работники других участков службы подразделений шахты. Трехмиллионная тонна угля это для нашего коллектива, для коллектива бригадиров. Это очень весомый вклад в нашу экономику украинскую, которая, несмотря ни на какие невзгоды развивается, это почетно и в то же время это обязывает к очень многому увеличивать, увеличивать угледобычу. Все-таки 3 миллиона шахта дала, это очень много. Но мне кажется, не предел этой шахты. Еще может быть и больше. Мы доказали, что даже в этих непростых условиях мы можем работать и достигать неплохих показателей. В нынешнем году шахта Красноармейская Западная номер один показывает поистине рекордные темпы угледобычи, аналогов которым сегодня нет в Украине. За три года, освоив проектную мощность полтора миллиона тонн угля в год, шахта из года в год увеличивает объемы добытого угля. Три миллиона тонн для горняка это много. Это вообще-то значимый результат трудового коллектива. Это вот как раз реализация всех потенциальных возможностей от рабочего до инженера.